Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Я хочу говорить о такой теме, как плодотворная или плодоносная жизнь. Потому что для чего ты вникаешь в себя и для чего ты вникаешь в учение? Для того, чтобы ты поступал правильно. Будешь ли ты успешным, будешь ли ты плодоносным в этой жизни? От чего зависит? А зависит от того, пребываешь ли ты в нем. И многие вещи мы можем делать без Иисуса, запросто, да. Но есть вещи, которые мы никогда не сможем сделать без Него. И вот именно об этом Он говорит, что именно то, что приходит по вере, без Иисуса мы не сделаем. А ты хочешь по вере получить что-то. Ты хочешь, чтобы по вере у тебя прошли перемены, чтобы по вере было то. И Он говорит, ну тогда ты должен понять, где источник веры, где пребываешь ты. И продолжаем дальше. Продолжаем дальше. И Он, опять же, Иисус говорит, очень все четко. Кто не пребудет во Мне, извертнется вон, как ветвь, и засохнет. Все понятно. Знаешь, мы иногда о себе ищем какие-то оправдания, и говорим, да вот я не могу, у меня нет времени пребывать в тебе, у меня нет того, у меня нет сего там. Но Иисус говорит, извини, друг мой, я всем время дал одинаково. Вы знаете, что время у всех одинаково. Президент для этой страны, или ты простой человек, или еще там кто-то. У всех, вот здесь вот точно полное равноправие. Вот полное равноправие. Знаешь, вот образованный, ты не образованный, молодой, ты старый, там худой, не худой и так далее. У всех абсолютно, не зависит, какие у тебя волосы, глаза, нос и так далее, 24 часа в сутки. Правда или нет? Аминь, да. Но, говорит, если ты не пребываешь, у тебя нет времени, ты засохнешь. Это тоже утверждение. Это не то, что, ну, знаешь, для тебя я сделал исключение. Вот ты такой хороший, вот ты такой пригожий, вот ты не засохнешь. Он говорит, нет, ты засохнешь. Кем бы ты ни был, каким бы ты ни был, но если ты не пребываешь в Боге, ты засохнешь. И все, и с этим ничего не поделаешь. Ты либо засохнешь, либо не засохнешь. Это чей выбор? Это наш выбор. И он не уговаривает здесь, знаете, ну, такие вот, ну, вот так. Он просто рассказывает и говорит. Вот такая жизнь, друзья. Вот такая жизнь. Вот или так живете, или так живете. Ну, что вы выбираете? Как вы хотите жить? Или быть плодоносным, успешным, или засохнуть, и потом куда еще? И мусор выбрасывает куда? В огонь. В огонь, да, вот тоже на огороде там, вы выбираете, на даче. Куда это все вы? Все сжигаете. Ну, все это понятно же, правда? А что это я? Вот эта вот ветка засохшая. Что я уже никому не нужна. Мне уже никто не любит. Да любит тебя, но ты себя не любишь, правда? Бог тебя любит, но ты себя не любишь. Потому что когда ты говоришь, у меня нет времени на Бога, это, говорит, ты не любишь себя. У тебя есть время на все. Знаете, люди, они такие, да, я такой занят. А чем ты занимаешься? Ты занимаешься собой. По большому счету ты собой занимаешься. И все время тратишь на себя. И на Бога ничего не остается. А потом говоришь, что это засох? И что-то ничего не растет. И что-то ничего не идет. Ну вот здесь все объяснено, все сказано, все понятно. И так он дальше продолжает. Если пребудете во мне, и слова мои, и пребудут в вас то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Вот тебе и молитвенная жизнь. Аминь. Вот тебе и ответы от Бога. Вот здесь все есть. Он говорит, все есть. Почему? Потому что ты связан с источником. А у этого источника все есть. И вот финал опять, считай, прославится. И тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Сколько раз он сказал, прибудете, да? Сколько раз он сказал о плодоносности, да? Сколько раз он повторил. И поэтому Бог говорит, я хочу, чтобы вы поняли, чтобы до вас действительно дошло. Вы получили великое откровение, что без него вы засохнете. Ну просто засохнете. Ну по-другому не бывает. Не верите, говорит, не, посмотрите на природу, как я устроил. Вот сломай ветку и все. И ты увидишь, как она засохнет. Скоро мы будем обрывать ветки черемухи, сирени, да? Будем обрывать? Мы же любим обрывать, да? Сколько она стоит у нас, да? Ну какое-то время стоит. А потом что? Ведро? В мусор? Почему? Потому что не на лозе. Аллилуйя! Итак, какие же плоды? Какие же плоды? Вот еще один стих прочитаем. Он говорит, не вы меня избрали. А он говорит, а я думал, что это я тебе избрал, Господь. Он говорит, не вы меня избрали, я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод. Опять про это, Господи. Все про это и про это и про это. Ну что-то другое, Господь. Можешь сказать? Нет, говорит, я избрал вас, я спас вас. Для чего? А чтобы вы опять приносили плод. Да что такое все про плод, да про плод. Больше другого он ничего не хочет. Другого я не хочу от вас. Я хочу, чтобы вы были успешными, продуктивными, плодотворными, плодоносными. Аллилуйя или нет? Чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал. Ты понимаешь, это не просто один раз там, как там была песня, там, расцветали груши или уши у Андрюши, или груши. Что-то расцветало, короче, да? И ты знаешь, когда ты садишь что-то у себя на даче, ты не говоришь, ну вот ладно, вот один раз пусть там яблоки у меня будут, и больше они мне не нужны. Нет, ты говоришь, я хочу, чтобы они у меня всегда были, правда? А для чего я его посадил? А для того и посадил, чтобы каждый год там были эти яблоки. Аллилуйя, ты говоришь, слава Богу. И так Бог говорит, и я за это же, чтобы и у тебя плод твой, как говорится, не был разовым, но был много разовым. Много, 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 много плода. Итак, что мы здесь увидели? Мы здесь увидели, я думаю, если вы смотрели на меня внимательно, вы увидели меня. Но на самом деле, что мы должны были увидеть? Мы должны были увидеть, что плодоносность – это цель нашего спасения. Вы увидели это или нет? Иисус много раз это повторял и повторял. И я буду сегодня много повторять про это. Чтобы для нас это действительно отложилось. И чтобы мы сказали, да, Господь, я понимаю, я понимаю, для чего, для чего, говорит, я был на кресте. Вы знаете, что он взял наше проклятие? Мы этому часто говорим, взял наше проклятие. Но одно из самых главных проклятий, наверное, это проклятие бесплодия. Это бесплодие. Это когда у тебя ничего нету, чего ты хотел бы, чтобы оно было. Это не только бесплодие, что нет детей там, у другого бесплодия в других областях жизни выражается, потому что бесплодие – это то, что означает нет плода, нет результата, нет успеха, нет развития. И когда Иисус был на кресте, он взял это проклятие или нет? Он взял это проклятие, слава Богу. Поэтому он говорит, что я вам гарантирую успех. Вам нравится слово? Я вам гарантирую, да? Это как Иисус и говорит. Я вам гарантирую. Почитайте Исаия 53 глава. Для чего он это сделал? Чтобы гарантировать нам, что плодоносность, потому что проклятие бесплодия он забрал на себя. И он говорит, вы будете успешными, вы будете приносить, что много плода. Скажи много плода еще раз. Аллилуйя. Помните известная его притча про таланты? И он говорит, господин сказал ему, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Чего так радовался господин-то? Что он просто пришел? Он говорит, ну я просто пришел сюда, Господи, я просто пришел. Ты рад? Он говорит, как бы рад, но не совсем. Потому что все три этих самых человека появились, но он не всем сказал, что он рад. Помните или нет? Кому он был рад, кстати? Кому он был рад? Те, которые умножили то, что он дал. То есть те, которые были плодоносными, плодотворными, эффективными, продуктивными, успешными. И он сказал, меня это радует, войди в радость мою. И что еще он говорит? У тебя будет много опять. Видишь? Ты был верен в малом, но у тебя будет много. Потому что Бог, это Бог множества, друзья. Не забывайте. Аллилуйя. Поэтому, когда говоришь, мне много не надо, Бог так не думает. Мне не надо много людей в ячейке, если много проблем будет тогда. Мне вот только чуть-чуть, там, несколько человек, хватит с меня. Нет, Бога сам, мне надо, чтобы было много. Скажи аминь. Итак, поговорим сейчас, какие плоды еще от нас ожидает Господь. О каких плодах идет речь в Новом Завете. Первое, что я хочу назвать, это плод покаяния. Помните, написано, что Иоанн Креститель сказал фарисеям, что он им сказал? Как я рад вас видеть, товарищи фарисеи. Он говорит, нет, сотворите же достойный плод покаяния. Почему он требовал от них просто, сотворите, понимаешь ли, достойный плод покаяния. Почему он так говорил? Потому что с виду они были такие набожные, такие религиозные, такие вот, знаете, такие правильные. Но, что о них Иисус сказал? Вы только с виду правильные, а внутри что у вас там? Чем вы полны, чем вы наполнены, да? И для Бога поэтому главное, что, как мы живем, какая наша жизнь, как мы поступаем. Не просто мы можем красивые слова кому-то говорить, нет, но исполняем ли мы эти слова в нашей жизни, потому что фарисеи жили, но они не жили по слову, которым сами учили других, правда? Они не исполняли это слово Божие, поэтому он говорит, вы лучше покайтесь, сотворите достойный плод покаяния, порождение Ехинина и так далее, да, все эти добрые слова, которые они услышали о себе. Для чего он это сказал? Для того, что Бог ожидает, что это главный плод, с чего все начинается, плод покаяния. Как мы спаслись, да? Мы покаялись, и мы знаем, что слово покаяние, это метаное изменение нашего ума, то есть мы жили для себя, мы были сосредоточены на себе, но мы покаялись, мы приняли Иисуса Христа Господом и говорим, теперь ты мой Господь, и теперь я живу для тебя, мы так говорим. Но фактически, какие мы люди, мы так и говорим, и так и живем, каждый день нашей жизни. Или только иногда, когда нам нужна какая-то помощь от Бога, мы к Нему бежим, говорю, Господи, помоги мне, а все остальное время я живу для себя, я живу, как я хочу. Об этом и говорил Иоанн Креститель. Поэтому, нужно ли нам повторять путь фарисеев? Или нам не нужно повторять путь? Мы услышим те же самые эпитеты, которые он сказал о фарисеях. Итак, что мы говорим сейчас? Покаяние. Покаяние. Или не покаяние? Покаяние. Плод, совершите достойный плод покаяния. То есть, это будет видно, да? Было покаяние или не было покаяния. Еще по-другому говорю, что покаяние – это поворот на что? На 180 градусов. То есть, ты шел в одну сторону, потом пошел в другую за Богом. И когда ты идешь за Богом, конечно, твоя жизнь меняется, или нет? Абсолютно. Сто процентов. Следующее, что я хочу сказать, это плод Духа. В Галатах написано плод Духа. Плод же Духа. И там перечисляется, что такое плод Духа. Но перед тем, как мы считаем плод Духа, там написано, дела же плоти известны. То есть, опять же, нам известно дела плоти и что? И плод Духа. Они отличаются или нет? Они кардинально, радикально отличаются. И более того, там написано, что так поступающие, предваряя вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царство Божие не наследует. А почему? Почему у них ничего не изменилось? Там написано, дела плоти известны, они и суть, проблевание, блуд, нечистота, непотребство, и для слушания. Что? Вражда, ссоры, зависть, гнев, распро, разногласие, ереси, неноси, убийство, пьянство, причинство и тому подобное. Еще не все сказано, да? Это говорится, что не было достойного плода покаяния. То есть, человек не изменил свою жизнь, правда? То есть, он как жил грешником, так и остался, но сейчас, говорит, я верующий. А точно так же живу. Нет, он говорит, вы должны понять, я вас предваряю, как и прежде, говорю, что поступающие так, Царство Божие не наследует, потому что вы идете не в Царство, вы идете в другом направлении, да или нет? Но он, говорит, что плод Духа, это что? Любовь, радость, милодолготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание таких нет, закона. Слава Богу! И вот, когда мы читаем плод же Духа, вот какие хорошие слова здесь написаны, правда? Вот каждое слово, можно на нем просто вот останавливаться, останавливаться, останавливаться и разбирать, 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 но мы сейчас не будем на этом сильно останавливаться, потому что мы сегодня говорим вообще о плодах, о плоде, что мы должны увидеть и понять, этого очень хочет Господь. Слава Богу! Чтобы этого было много, у нас много любви, много радости, много мира, много долготерпения, много благости, много милосердия, много веры, много кротости, много воздержания, только что мне опять не хватило терпения. Значит, у тебя немного его было, правда? У меня опять не хватило веры, там мне опять... Оказывается, у тебя очень маленький был запас, и Господь знает, поэтому говорит, много веры, много любви, много терпения, много, много! Теперь ты понимаешь, почему много должно быть? Это как, когда у тебя мало денег, раз, и закончились. А когда у тебя много денег, Они тебе не заканчиваются, не заканчиваются, и не закончатся, да? Это много, правда? Вы даже улыбаться стали, когда я про это стал говорить. Видите, как вы сразу же вдохновляетесь. Поэтому Бог говорит, что было много плода, правда? Много любви, много терпения, много веры и так далее. Слава Богу или нет? Следующее. Это плод благовестия. Что кто-то спасся, правда? Не просто ты ходишь и говоришь. Некоторые даже не говорят. У них не спасаются. Но плод благовестия, это действительно человек, он принял Иисуса Христа, да? Он стал верующим. И ты можешь сказать, да, вот этот человек, я ему благовествовал, и он стал верующим. Это что? Это твой плод благовестия. Аллилуйя. Есть ли у тебя плоды благовестия? Или они старые уже такие, там, сколько-то лет назад, помню, в древние 90-е годы я приводил там пачками и так далее. Но Иисус опять же говорит, чтобы плод в том пребывал. Пребывал. Это хорошо тогда было. То есть, я думаю, у меня вообще нет никакого плода благовестия. Но хоть ты сам же тоже плод благовестия. Ведь тот тебя благовестовал, слава Богу. Видишь, у кого-то получилось, даже ты пришел к Богу. А когда ты будешь благовестовать, и тоже кто-то придет к Богу. Знаете, когда мы говорим, вот, когда Господь сотворил там по образу и подобию того-сего, ну, мы все прекрасно понимаем, что слоны рождают кого? Слонов элементарно, правда? Они не рождают собак, мышей, там, кроликов. Они рождают кого? Они рождают слонов. Но кого рождает христианин, я хочу спросить. Кого же рождает христианин? Ну, должен рождать христианин. У тебя должен быть плод. Аминь. Потому что когда ты бесплодный, Бог говорит, мне это не нравится. Мне это не нравится. Потому что и тебе, наверное, тоже не нравится. Или тебе это нормально, тебе это сойдет. Знаешь, многие люди, они как бы себя оправдывают, постоянно оправдывают. Ну, можно оправдывать, но с другой стороны, сколько ты себя не оправдывай, плод не появится. У человека есть плод оправдываться, да, просто оправдываться, оправдываться. Но Бог говорит, что если ты не делаешь плода, не приносишь плода, эта ветка какая? Сухая, правда? Сухая ветка, она не приносит плода. Поэтому плод благовестия, друзья, нужно, что, опять же, много плода, правда? Ни одного кого-то ты когда-то привел в какие-то там годы далекие, когда-то кто-то. Нет, Бог говорит, я хочу много, много плодов, много спасенных людей. У него всего должно быть много. Что-то аминь никто не говорит. Халлелюя. Поэтому надо много благовестствовать, правда? И будет много что? Много плода. Еще какой плод? Плод служения. Должен у нас быть плод служения? Или нет? Конечно, должен быть плод служения. Это, опять же, что? Это тот, кого ты научил чему-то. Это твой плод служения. Аминь. Иисус сказал, делайте учеников. Это плод служения. Сегодня тихо, сегодня очень тихо становится. Прям мухи летают, я слышу. Смотрите, Колоссянам написано, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком благом деле. Угождается это Богу? Богу всегда угождает, когда мы приносим плод. Вы должны это сегодня, вы должны это прямо отлично понять. И что? И приносить плод. Приносить плод, друзья. Приносить плод. Когда вы будете его приносить? О, Господи, я не знаю, когда я буду приносить плод. Нет, говорит, с сегодняшнего дня начинай. С сегодняшнего дня начинай благовествовать. Начинай служить, Аллилуйя. И тогда, когда ты ничего не делаешь, ничего не будет. Ты понимаешь? Если ты в своем огороде репку не посеешь, а репка не вырастет. Она может вырасти, когда только ты ее посеешь. Говоришь, ну я возлагал руки на землю. Я пророчествовал в этой земле. Репка, репка, расти репка большая и маленькая. Она не вырастет, эта репка, пока ты не посеешь туда семя. Аллилуйя. Итак, что? Что Бог говорит? А Бог говорит, что, ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями. То есть многим уже вы должны быть учеников. Почему учителями? Потому что когда у тебя есть ученики, ты учитель, правда? Когда ты в своем служении кого-то еще научил, кого-то еще подготовил. Он говорит, вы уже должны быть учителями. У вас должны быть ученики. То есть если ты в ашерском служении, у тебя ученики ашеры есть, ты их там подготовил. Если ты в медиауслужении, ты там других подготовил. И так далее, и так далее, правда? Он говорит, судя по времени, судя по времени, многие уже должны быть что? Учителями, кого-то подготовить, кого-то научить. Слава Богу, говорит. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Лялечка ты моя. Бэйби-группа. Вот, поэтому что мы делаем? Мы-то стараемся. Я, как пастор, всегда стараюсь. Вы знаете, что мы проводим, мы школы проводим, мы семинары там, мы конференции. Вот мы вас все время хотим, чтобы вы выросли, да? Чтобы вы приносили плод. И когда вас требуют, что-то спрашивают. Какая цель? Плодоносность, друзья. Плодоносность. Вы мне, говорит, все время режете. Да не режем мы тебя, а подрезаем. Подрезаем, чтобы больше, что? Было плода. Аминь. Больше. Потому что Бог говорит, много плода. Много, много, много. Хорошее слово, много, правда? Вот еще одна история. Которая произошла с Иисусом и учениками. Она такая известная, опять же, история. Вот вспомните, история про смоковницу. Вот. Он шел Иисусу с учениками и видит смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет впредь от тебя плода вовек, и смоковница точно засохла. Помните эту историю? И многие могли подумать, а зачем Иисус? А почему так? А почему так сразу? А он говорит, а уже давно нужно было быть учителями, а она только листьями трясет. Листьев много, а толку мало, правда? Вот что такое листья, друзья? Что такое листья? Листья. Я считаю, это показуха. Листьев много, а сути нет, правда? Вот есть люди, они тебе и про то расскажут, и про это, и про... А когда конкретно, что вы сделали, а ничего нету. И он говорит, друзья, я вообще против такого. И прямо, говорит, я сейчас накажу эту смоковницу, чтобы вам был урок. Господь, как же так, как же так? Она раз и засохла, почему? А толку, говорит, от нее нет никакого. Я вас, говорит, изобрал для чего? Чтобы вы не листьями трясли, а чтобы много плода принесли. И вот он продемонстрировал тут же, вот вам урок, вот видите, что ожидает таких вот? Что же ожидает таких вот, да? Листьев много, а что? А толку мало. Поэтому Бог смотрит на результаты, на плоды. Может, кто-то говорит, а я много там что-то делаю, у меня много деятельности, я много деятельный. Он говорит, да, это много листьев. Где результаты, да? Где результаты, где плоды? Богу нужны плоды и результаты. Слава Богу! Халлелуя! Иисус Господь! Есть еще одна история, помягче, я сейчас вам тоже расскажу. Так сильно не расстраивайтесь. Тоже про эту, про смоковницу, да? Там две было истории. Одна точно засохла, а другая что? А другой дали шанс. Вот ты какая? И сказал им прищу, некто имел виноградники в своем посаженную смоковницу. А вы знаете, что такое смоковница вообще? Инжир. А то дерево. Да, это дерево, да, слава Богу. Это дерево. Это инжир. Плоды инжира, знаете? Вот, для чего дерево инжир садят? Не для листьев, правда? А для чего? Для того, чтобы кушать плоды. И вот этот самый человек, что он имел посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней. Это же Господь, кто пришел искать плода? Вы знаете, мне интересно, что Бог никаких претензий к диким деревьям не предъявляет. Не сказано, что он пришел к дубу или к ясеню там и спросил у ясеня, где твой инжир. У него к диким, то есть к грешникам, этих вопросов нет. У него вопросы к кому? К нам. Потому что мы в его саду. Мы в его винограднике. И вопросы к нам, друзья. Это интересно, когда я даже читал про виноградник, когда-то обновлял, освежал, эту Иоанну 15 главу. Вот интересно, что с лозы, с лозы или ствола ничего не делают. Понимаете? Вот эта лоза, она только для одной роли, для того, чтобы питать ветви. Потому что есть древесина, так сказать, полезная, там из нее могут делать мебель, стройматериалы, там еще. А вот с лозы вообще ничего не делается. И это удивительно. Почему? Потому что Бог, Он исключительный. Он особенный. И Он говорит, то, что Я делаю, никто не сделает. И то, что Я говорю, Вам никто этого не скажет. И в этом особенность, да, и виноград его насаждает. И поэтому в этом винограднике еще и росла что? Еще и смоковница росла. И Он пришел искать плода на ней. Не просто посмотреть, ну как она там стоит. Листья выросли, ну и слава Богу, да. Нет, Он пришел искать плода и не нашел. И сказал винограду, вот я третий год прихожу. Смотрите, у Бога терпения на три года хватало. Третий год уже в служении, говорит. Так тихо сегодня вообще. Прихожу искать плода в этой ячейке, в этом служении. И не нахожу. Что Он говорит? Что Он говорит? Сруби ее. На что она и землю занимает. Но Он сказал ему в ответ, Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. В Матфеи там вообще написано, уже из секира при корне деревь лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. О, как страшно, Господи. Как страшно. Не я ли, Господи? Где топор лежит уже, да? Уже и топор приготовили по мне. Но суть в чем, друзья? О чем мы сегодня говорим? О том, что мы в Божьем винограднике. Мы где должны быть? На Божьей лозе. Если у нас есть отношение с Богом, мы пребываем в Нем, в Его слове, Он говорит, вы принесете много плода. Поэтому мы должны проверить себя, мы там действительно, где мы должны быть, или мы просто рядом, или мы в Нем. и когда мы в Нем, да? Поэтому мы видим, что все, все, что говорит Бог, должно быть каким? Продуктивным, плодоносным, успешным. Слава Богу! Поэтому иметь много листьев еще недостаточно. Может трясти своей кроной, там кого-то может впечатлить, но, говорит Господь, я не пришел искать листья, я пришел искать что? Плоды. Я ищу плоды. Поэтому у нас мало времени остается, мы сейчас быстренько пройдемся, может потом продолжим. Итак, какие условия? Вообще, почему растет дерево или не растет? Ну, его посадили прежде всего. Вот мы на днях там елки садили, вот елки садили, чтобы выросли елки, правильно? Если бы мы хотели посадить яблони, мы садили бы что? Яблони. Это все понятно. И поэтому Господь тоже насадил нас, да, в Своем винограднике. Но, когда мы садим дерево, мы смотрим, есть ли у него корни. Правда? Это всем понятно тоже, что у дерева должны быть что? Корни. Почему корни? Потому что корневая система, она несет питание даже для ствола и для ветвей. И поэтому, если эти корни будут что? Достигать воды, там всякие минералы, которые в земле. Значит, что нет корней, нет плодов. Правильно или нет? Есть корни, есть что? Есть плоды. Поэтому Писание нам тоже говорит, что и про корни еще. Давайте немножко про корни поговорим. У меня все прям перед глазами. Вчера только елку садили. Копал я яму туда, все это дерево, это елку посадил. Вот смотрите, что говорит Слово Божие. Прям все по Писанию. Как оно? Вот она Библия оживает. В своем саду прям сразу же все оживает. Пророк Иеремия, похожее место есть, как Псалом 1. И вот смотрите, что там написано. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опору, которая сердце удаляется от Господа. Вот тоже понятно, да? Почему нам нужно не удаляться, а что? А приближаться к Господу. Что когда мы все на себя берем, я сам, я сам, самосадик сажу, все. Он говорит, вы удаляйтесь. Он будет как верес в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле, бесплодной, необитаемой. То есть ничего хорошего не будет. И идет контраст, да? Благословен человек, который надеется на Господа. Аллилуйя. Есть такие здесь люди? И которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, и пускающее корни свои у потока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!